Опять-таки в мире и у нас есть несколько таких школ. Математическое решение, когда реально строится формула. Из литературы приведена формула, которая позволяет рассчитать оптимальную периодичность ТО, например. То есть мы заводим туда значение, нам алгоритм дает оптимальность периодичности обслуживания. Есть управленческие решения, когда у нас главный инженер и главный механик говорит, ну я сказал, значит, это оптимально. Ну и комбинированные, когда, соответственно, специалисты, опираясь на данные, на какие-то алгоритмы, предлагают управленческие решения, инженерные какие-то выводы. И руководители принимают решения, опираясь на данные. Опять-таки часто, я думаю, что вы видите, если читаете там или смотрите рекламы, все рисуют эти графики. То есть вот есть кривая, вот есть оптимальная частота работ, вот оптимальные затраты. Но вот как-то до реальных расчетов мало кто доходит. Ну на Западе у нас как-то только начинают развиваться. Есть целый класс систем, которые так и называются оптимизаторы ТАИР, которые реально позволяют считать вот эти вот параметры для планирования, исходя из тех данных, которые накоплены в системе ОСУ. Ну опять-таки мы вот сегодня будем показывать примеры работающего приложения. То есть как для меня, например, выглядит оптимальность. У нас действительно можно на одном графике, сейчас как говорят, бизнес-графика, показать, какие точки замены оборудования и его частей оптимальны с точки зрения рисков. То есть с этой точки зрения я могу доказать, почему я в этот момент провожу замену либо ремонт этих компонентов оборудованием. Соответственно, зная тот уровень риска, который оценен в деньгах. То есть мы понимаем, что риск это деньги. Ну и опять-таки в наших наработках был проект выхода на эту оптимальность, когда действительно считался оптимальный бюджет на несколько лет, только исходя из данных о состоянии оборудования и стоимости ремонта воздействия. То есть это мечта механика, когда он загружает в табличку какие-то данные, и система выдает им оптимальный план работы до конца жизни этого объекта. Наш опыт проектов оптимизации, не скрою, что мы уже лет 10, наверное, ходим вокруг темы оптимизации. То есть не подготовка специалистов, которые будут оптимизировать, а именно расчет. Был опыт у нас на самосвалах, то есть больших карьерных машинах. Собственно, графики я выше там показывал. Это расчет оптимальной точки замены самосвала и, значит, компонентов, которые составляют этот самосвал. Интересная задачка, опять-таки она связана с планированием, это оптимизация последовательности выполнения операции ТАИР. Все же сталкивались с этой проблемой, когда мы, ну, в зависимости от того, какая деталь отказала, должны там разобрать половину оборудования, да, чтобы добраться туда чисто физически. И, опять-таки, наши наблюдения, наши прототипы показывают, что реально можно автоматизировать расчет оптимальной последовательности, то есть в каком порядке разбирать этот насос и в каком порядке собирать, зная его устройство, зная, значит, как устроена операция внутри этого объекта. Андрей Хоруженко нам чуть позже покажет пример оптимизации бюджетов ТАИР насосного оборудования, то есть мы реально смогли получить данные о состоянии насосов и оптимизировать, то есть найти точку оптимальных воздействий, оптимальных затрат на насосы нефтедобычи. В этом же проекте у нас был опыт оптимизации набора операций в тех картах, когда мы исключали операции, ненужные с учтением рисков. Был у нас опыт оптимизации периодичности выполнения операции ТАИР с учетом условия эксплуатации, тоже у горного клиента. Ну и последнее, сейчас мы занимаемся такой задачей оптимизации планов и бюджетов ТАИР в среднесрочной перспективе на целой технологической системе. Привет! Я мультяшный робот «Простоев нет». Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР» «Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев. Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет Инженерам ППР и специалистам по надежности Техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям Руководителям служб эксплуатации и ремонта Участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР Менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР Специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками Курс проходит онлайн на нашей платформе СДО «Простоев.нет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно – это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от «Простоев.нет», которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео. И записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!